Старт проекта Барнаул-Горнозаводской город пришелся на 2015 год. Тогда краевая столица попала в федеральную программу развития туризма. В ее рамках планировалось отреставрировать 15 исторических зданий, построить 6 гостиниц и 20 общественных объектов. Туркластер площадью 170 тысяч гектаров – это 9 объектов. Нагорный парк, Сереброплавильный завод, парк Центрального района, Демидовская площадь и улица Ползунова, Соборная площадь, Московский проспект, Старый рынок с пешеходной улицей, улица Льва Толстого, а также туркомплекс Алтай на острове Помаскин, который так и не был построен. Основное финансирование объектов туркластера проходило в 15-19 годы. Это около 4 миллиардов рублей, из которых около 3 – это частные инвестиции. Причем финансирование проходило не только в рамках федеральной целевой программы развития внутреннего и визного туризма, но и за счет участия в федеральном проекте формирования комфортной городской среды. Попадание в федеральную программу развития туризма, пусть и краткосрочное, подарило городу его новые символы – набережную и Нагорный парк. При этом объекты туристического кластера нередко критиковали за растрату бюджетных средств и непродуманность. Несмотря на это, барнаульские экскурсоводы высоко оценивают туристическую привлекательность города и продолжают работать над ее развитием самостоятельно. У нас есть на что посмотреть, есть что показать. Я с удивлением слушаю отзывы гостей, которые приезжают в наш город. Это жители, например, Москвы, Санкт-Петербурга, других крупных городов Европейской России. И они говорят, что какой у вас красивый город, какой у вас необычный город. А мы, барнаульцы, жители края, ходим вот по этим улицам и не очень-то замечаем прелести своего города Барнаула. Но в последнее время тенденция меняется, а истории города интересуются. Гостей Барнаула привлекают достопримечательности, например, Нагорный парк. А вот горожане отдают предпочтение более локальному туризму. Одна из неизбитых тем – советские барельефы и мозаики. Мозаику до недавнего времени можно было увидеть в здании речного вокзала, но теперь она демонтирована и будем надеяться, что она будет возрождена уже где-то в другом месте. Это была самая большая флорентийская мозаика в нашей стране. Площадью почти 50 квадратных метров. Она сделана из поделочных камней, добытых здесь на Алтае, соответственно, колыванскими камнерезами. То есть это тоже такой культурный символ нашего региона. Другим мозаикам повезло больше. Их можно увидеть и сегодня. Панно «Знамя революции» на здании ФСБ. В 83-м году его создали художники-вышивалов и янтарев. В 76-м появилось «Небо Родины» автор Лев Шмидт. Дары Алтая Родине. В 79-м году панно создал Яков Скрипков. Но мозаики – это еще не все, вокруг чего можно выстроить экскурсионные маршруты, считают эксперты. Несколько лет назад не менее популярны у барнаульцев были и экскурсии по городским окраинам. Микрорайон УВРСЗ на горной части города или улица Анатолия, так называемой Зайчей Слободе. Именно ее некоторые экскурсоводы называют своим любимым маршрутом. «Получается, еще в царское время там селились люди, которые получали землю бесплатно, ну или полубесплатно, и жили там очень бедно. Это была самая бедная часть города Барнаула. То есть и людей, которые переселялись за Урал, называли Зайцами. И в принципе этот район, он очень богат. Своя история, там первая метеостанция городская, там находится школа самая старая, наверное, 13-я, именно уцелевшая, одна из самых старых, правильно сказать. Там Покровский собор, там дом Топорова, еще много всяких разных мест, о чем интересно рассказывать людям». Особенно, по словам Антона, выделяется Покровский собор. Здание из красного кирпича в русско-византийском стиле построили на частные пожертвования в начале прошлого века на месте старой деревянной церкви. «Люди, которые там рисовали иконы, они не умели их рисовать. И они брали и срисовывали настоящие картины. То есть, когда вы придете в Покровскую церковь, вы увидите там картины известных художников. И такое уникальное, то есть фактически вы приходите только как в Третьяковку. И для храма это очень типично, потому что в храмах чаще всего достаточно стандартные иконы идут и прочее, да. А там именно картины, и это очень необычно». Но скоро, говорит Кокорин, от исторической части улицы Анатолия может ничего не остаться. Ее застраивают многоэтажками, а частный сектор сносят. Через несколько лет город может потерять свою самую деревянную улицу и интереснейший туристический маршрут. Однако при должном подходе к строительству ценными для истории города могут стать и новые районы. Барново – это не только исторический центр. Это еще и новые районы. Новые районы, которые сейчас уж точно строятся не абы как. Лишь бы квадратные метры сделать и по-быстрому населить людей. Сейчас стараются делать кварталы особенными, называть их по-особенному и строить по-особенному. Приглашать каких-то уникальных архитекторов. И город появляется на наших глазах новый Барнаул. И стать частью экскурсии эти районы смогут через 50-70 лет, считает Илья. Так сейчас исторический потенциал приобрели позднесоветские типовые микрорайоны. Их строили, чтобы быстро обеспечить людей жильем. Поток, клен, черемушки. Первый такой тестовый район был построен в местечке Черемушки под Москвой. И потом, где бы эти дома не возникали, их везде стали называть черемушками. Старыми, новыми и так далее. К примеру. И там же, оказавшись на черемушках, можно посмотреть на этот дом, на тот другой, на пятый. Если тебе, конечно, пальцем покажет знающий человек. И увидеть, как вот на твоих глазах тут вот, как учебник истории архитектуры такой маленький. Несмотря на все достопримечательности, и на те, что были названы выше, и на те, что остались за кадром, далеко не все эксперты считают Барнаул туристически привлекательным в масштабах страны-городом. По словам арт-критика Вадима Климова, краевая столица может быть интересна лишь самим жителям края. С годами Барнаул все менее становится привлекателем, потому что акценты сдвигаются в сторону экологического отдыха в горах или в каких-то курортных зонах. Для этого государство, правительство, администрация Алтайского края сделали очень много, перенеся этот самый акцент на Белокуриху и Горный Алтай. Поэтому Барнаул перестал быть даже транзитным городом, ну и, соответственно, ехать туда туристам незачем. Вина за это, говорит Вадим на городском комитете по туризму и краевом министерстве. Чтобы исправить ситуацию, нужно создать якорный объект. Им могла бы стать территория бывшей спички и сереброплавильного завода. Территория бывшего сереброплавильного завода – это частная собственность. На ее территории расположены объекты, которые отнесены к культурному наследию. Это накладывает ограничения на их использование. Собственник должен, согласно охранному обязательству, их восстановить. В 2020 году были утверждены охранные зоны около зданий сереброплавильного завода. В настоящее время собственник разрабатывает концепцию их современного использования. Еще один вариант экспертов – интегрировать нашу историю в мировой контекст. А значит, строить маршрут вокруг известного персонажа. И здесь наиболее подходящая личность – Достоевский. Но в мэрии сделали акцент на другом. Звание Барнаула – город трудовой доблести. В рамках этого на эвакуированные в войну заводы организуют школьные экскурсии и сделают аудиогид по местам, связанным с Великой Отечественной. Если говорить про сегодняшнее положение Барнаула, то, на мой взгляд, он отстает в продвижении себя как туристического центра, как минимум на федеральной повестке, ну и я бы сказал, наверное, на макрорегиональном уровне. Потому что мы сегодня очень мало слышим медийных сигналов о Барнауле, о его туристическом потенциале. Однако скоро ситуация может поменяться. В мэрии планируют разработать мастер-план и дизайн-код для участия Барнаула в федеральных конкурсах. На это выделено почти 15 миллионов рублей. При формировании заявки заверяют в ведомстве и обещают учесть мнение жителей о границах и функционале турцентра. Если Барнаул отметят в федерации, будет решаться, какое направление туризма и какой класс туристов хотят видеть в городе. Артём Гусельников, Вадим Быстревский. День с толком.